Друзья, по традиции начинаем с самого важного, с наших бойцов из 3-й ОШБР. Просим вас поддержать сбор и задонатить нашим воинам на тепловизоры. Ситуация на Украине четко отзеркаливается на Казахстан. Там тоже огромные области, заселенные русскоязычными. Отжать у них Северный Казахстан. Ты как считаешь, у нас были такие планы? Есть ли у нас расчет на это? Я считаю, что у нас есть исторические права на эти земли. Почему мы их подарили? Да-да, только знаете, я против чего? Чтобы они заставляли русских учительниц в Павлодаре извиняться, когда те говорят, что это русские построили этот город. И я против того, чтобы они забывали о том, что Алмата – это город верный, наша русская крепость казачья. Ну, во-первых, что касается территории. Вообще сама Россия, Сибирь, Россия, Московия, вплоть до Венгрии – это когда-то были территориями Чингисхана, его наследников, впоследствии Золотой Орды. Как говорится, в эту игру можно играть не только России. Бывший депутат парламента Казахстана Кайсаров выступил с заявлением, в котором назвал значительную часть территорий в составе России исконно казахскими. В своем выступлении Кайсаров обратился к истории и перечислил регионы России, которые имеют казахские корни. Среди них он назвал часть Московии – Новосибирск, Тюмень, Оренбург, Курган, Астрахань, Саратов и Омск, а также обширные территории в Сибири и на Алтае. Россияне адаптировали казахские названия этих городов, а Оренбургская область была передана России в дар в 20-х годах прошлого века. Тоже Новосибирск, это не Новосибирск, это Ногайсабир. Это наши казахские территории. Тюмень – это Тюмень. Оренбург, не Оренбург, а Оренбург. Курган, не Курган, а Курган. Не Саратов, а Саратал. Не Астрахань, а Астрахан. Не Омск, а Омб. Это были исконно казахскими землями. Казахстан имеет полное моральное право требовать эти земли назад. Да, все это было, но после 1991 года нынешняя территория была закреплена формально документами, которые подписали страны СНГ. Все, то есть вопрос сам по себе закрытый. Комментируя ситуацию, российский аналитик Анатолий Несмеян отметил, что фактически соседи России бьют по ней ее же оружием. По его словам, если российское руководство серьезно рассматривает старые исторические карты, где отсутствуют современные государства, то неудивительно, что и в соседних странах начинают появляться аналогичные взгляды. Несмеян напомнил о важности Хельсинского акта 1975 года прошлого века, который установил принцип нерушимости послевоенных границ в Европе. Приседатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что политическая система России неустойчива и может посыпаться. «Я считаю, что те, кто занимаются политической системой, рискуют у нас в стране. Не дай бог случится одно, второе, третье и посыплется», – сказал Зюганов. По словам депутата, граждане быстро меняли отношение к советским и российским политикам. Он утверждал, что в определенный момент рейтинг президента СССР Михаила Горбачева составлял 95%, а потом он и полпроцента не собрал. Зюганов также вспомнил поддержку президента РФ Бориса Ельцина, за которого все орали-ходили, а сейчас никто не признает, что голосовал. Как следует из запроса Левада-центра, проведенного в октябре, рейтинг одобрения деятельности российского диктатора Путина вырос и составил 87%. Недовольна работа диктатора всего лишь 10%. В России разгорелся громкий скандал, связанный с войной. В Челябинской области на стенде, посвященном так называемым героям СВО, оказалась фотоманьяка Дениса Синицына. В 2014 году его приговорили к длительному сроку тюремного заключения за, внимание, жестокое изнасилование и убийство женщины, матери двоих детей. Преступник подвергал жертву пыткам, совершал акты садизма. И, несмотря на это, стал так называемым героем. Ситуация вызвала возмущение и у россиян, которые потребовали убрать фотографию с почетного стенда. Как можно назвать героем убийцу? Это позор! Возмущенно говорят местные жители. После начала войны против Украины Синицын был помилован по указу диктатора РФ Владимира Путина и отправлен на фронт. В результате его участия в боевых действиях было возведено в ранг геройства, что стало предметом критики. Известный журналист Денис Казанский правильно высказался по этому поводу. Да, теперь у вас только такие герои-выродки, мародеры, военные преступники, убийцы, женщин и детей. Не нужно рожу кривить, это ваша армия. Для вас же герои те, кто убивает украинцев? Сами говорили, что мы один народ? Значит, такие синицыны для вас и есть герои. Теперь не жалуйтесь. Все по вашей вере. Написал он. Окупанты заставляют маленьких украинцев рисовать открытки для северокорейских наемников. Об этом сообщает Центр национального сопротивления. Так, на временно оккупированных территориях Украины россияне организовали уроки так называемой межнациональной дружбы, где украинских школьников заставляют рисовать листовки для поддержки Северной Кореи. Детей заставляли рисовать флаги Каандар и изображение так называемой дружбы между россиянами и корейцами. На самом деле эти открытки планируют передать северокорейским наемникам, чтобы поднять их боевой дух. В ЦНС напомнили, что каждый учитель, участвующий в таких пропагандистских мероприятиях, является соучастником преступлений и обязательно понесет ответственность. Вместе с этим сообщается, что оккупанты отправляют украинских подростков на полигоны в Крыму. Россияне запланировали зимние собрания милитарного движения Юн Армия на полигонах в оккупированном Крыму, где будут тренировать подростков вместе с контрактниками своей оккупационной армии. По официальной версии, такое собрание должно помочь быстрее адаптировать юн-армейцев к армейским условиям. Однако на самом деле оккупанты прикрываются украинскими подростками. Важно, что собрание будет только для участников юн-армии, только с временно оккупированных территорий Украины. Российских подростков на такие полигоны не отправляют. Единственный путь к переговорам оказывать полную поддержку ВСУ столько, сколько потребуется. Об этом сказал президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Рюте. Несколько цитат. Для безопасности наших граждан нам нужна сильная Украина, сильная Европа и сильный альянс. Поддержка Украины остается абсолютным приоритетом. А недавнее развертывание солдат Кандар на линии фронта представляет собой серьезную эскалацию. Когда придет время, ничего не придется решать ни по Украине без украинцев, ни по Европе без европейцев. Франция удвоит военный бюджет, сказал Макрон. Партия канцлера Олафа Шольца, социал-демократы и оппозиционные христианские демократы согласовали 23 февраля следующего года в качестве даты проведения внеочередных выборов в Германии. Как известно, такой сценарий может быть выгоден для Украины, поскольку на данный момент лидером рейтинга является ХДС и ее глава Фридрих Мерц. Накануне он заявил, что если станет канцлером Германии, то выдвинет Путину ультиматум о прекращении боевых действий в Украине, обещая Киеву крылатые ракеты и военную поддержку. Он называл нынешнего канцлера Шольца хромой уткой и призывал ускорить организацию выборов после распада коалиционного правительства. Согласно плану, одобренному СДПГ и ХДС, Шольц вынесет вопрос о вотуме доверия на голосование 16 декабря, сообщил источник, знакомый с этим вопросом. Изначально Шольц предлагал вынести вотум доверия на 15 января и провести выборы в мае, но ХДС выступила против этого, заявив, что необходимо провести выборы раньше, чтобы избежать длительного периода неопределенности. Президент Польши Анджей Дуда отказался позировать на совместном фото участников климатического саммита ООН в Баку из-за присутствия диктатора Беларуси Александра Лукашенко. Об этом сообщила Polsat News. Корреспондент телеканала выяснил, что польский президент не хотел быть на совместной фотографии с Лукашенко. Президент бойкотировал этот момент из-за того, что там присутствовал белорусский лидер Александр Лукашенко. Так было и в прошлом году. Это символическое отмежевание, среди прочего, в связи с участием Беларуси на украинском фронте, рассказал репортер. В свою очередь источник телеканала в окружении Дуды рассказал, что это было его сознательное решение. Семейное фото является семейным фото. Господин президент решил, что не хочет иметь такую фотографию с Александром Лукашенко, отметил собеседник телеканала. В прошлом году на климатическом саммите в Дубае президенты Польши, Латвии и Литвы также отказались от совместной фотографии из-за Лукашенко. Избранный президент США Дональд Трамп определился с кандидатами на две ключевые должности в сфере внешней политики. Обе должности должны занять политики, которые более склонны к поддержке Украины, чем классические трамписты. О сделанном Трампом в выборе кандидатур сообщают многочисленные американские медиа. Так, на должность главы государственного департамента, то есть внешнеполитического ведомства США, будет номинирован Марко Рубио, вице-председатель Комитета по вопросам разведки, который также является старшим членом Комитета по вопросам международных отношений. Первым о его номинировании сообщила The New York Times. Сейчас его выдвижение публично подтверждают также его коллеги. Он, Рубио, восстановит американское лидерство в мире, заявил сенатор Рик Скотт. Будущий госсекретарь в следующем году должен быть утвержден Конгрессом. Но учитывая сделанный выбор и то, что у Трампа будет контроль в обеих палатах, это кадровое решение не должно встретить проблем. Рубио настаивал на важности поддержки Украины и даже публично критиковал однопартийцев за сомнением необходимости помогать Украине. В то же время он проголосовал против многострадального проекта на поддержку Украины. В последнее время он несколько изменил риторику относительно путей завершения войны, но остается в более благосклонном к Украине лагере республиканцев. Советником по вопросам нацбезопасности должен стать конгрессмен Майк Уолтс. О его назначении сообщают многочисленные медиа, как The Washington Post, Reuters и другие. Уолтс – ветеран армии США и первый зеленый билет, то есть служивший в силах спецоперации США, который избрался в Конгресс. Уолтс имеет опыт работы в Пентагоне советником, а также работал в секторе обороны руководителем одного из подрядчиков Минобороны. В Палате представителей он занимается темой противостояния Китаю и уменьшения зависимости от китайских ресурсов. Несмотря на отсутствие опыта работы в администрации Трампа, Уолтс поддерживает с ним дружеские отношения. Не в последнюю очередь из-за того, что Уолтс активно защищает экс-президента во время выступлений на Fox News и консультирует его по вопросам национальной безопасности. Он выступает за дальнейшую поддержку Украины, но с упором на контроль за расходами средств американских налогоплательщиков. На этом фоне появился материал от издания FT. Там указывается, что Украина разработала план победы для укрепления связи с будущей администрацией Трампа, предлагая бизнес-сделки и военное сотрудничество. По словам украинских и европейских чиновников, идеи были разработаны с учетом так называемого транзакционного подхода Трампа. «Мы хотим, чтобы он увидел в Украине актив, а не проблему», – заявил один из участников подготовки. Один из предложенных пунктов – заменить часть американских войск, размещенных в Европе, украинскими силами после завершения войны. Еще одна идея по словам источников, близких к разработке плана победы, якобы предполагает распределение природных ресурсов Украины среди западных партнеров, что, по мнению участников, должно заинтересовать Трампа. Как сообщается, Украина также рассматривает замену своего посла в Вашингтоне, чтобы наладить связи с командой Трампа. В то же время президент Финляндии Александр Ступ заявил, что его разговор с Трампом накануне подтвердил, что избранный президент должен восприниматься серьезно, когда он говорит о прекращении войны России против Украины. «Мы в Европе и во всем мире должны понять, что Трамп очень серьезно настроен на скорейшее достижение мирного соглашения. Между выборами и днем инаугурации есть окно возможностей для этих переговоров», – сказал Ступ в интервью, пишет Блумберг. «Он выделил четыре ключевых условия для мира – территориальные вопросы, гарантии безопасности, правосудие и восстановление». Повторное избрание Дональда Трампа главой Белого дома до предела подогрело дискуссию по теме установления мира в разных частях света. «Больше никаких войн во время моей каденции», – девиз республиканского лидера, реализовав который он на 100% получил бы как минимум Нобелевскую премию. А особенно повышенным интересом среди мирных заверений Трампа у международной общественности пользуется украинская проблематика. Как иначе, ведь это самая масштабная и кровопролитная война в Европе 45-го года прошлого века, которая была развязана режимом Путина с целью осуществления неприкрытых территориальных и ресурсных захватов. Из-за российской агрессии европейская система безопасности переживает колоссальные испытания, как, впрочем, и НАТО, выступающие, по крайней мере, в теории, военным щитом континента. Будущий руководитель США озвучил в контексте войны Араф против Украины серию довольно разнонаправленных сигналов. С одной стороны, Трамп допускает возможность завершения более чем десятилетней войны за один день и готов для этого задействовать свой талант дельца в посредничестве или нажиме как на Киев, так и на Москву. Стоит ли верить в реалистичность подобного сценария? Вопрос, вокруг которого ломаются копья маститых экспертов. Особенно в свете того, насколько долговечен и устойчив будет подобный мир. На фоне миролюбивой риторики Трамп выдвигает задачи усиления и модернизации вооруженных сил США, как мировой сдерживающей силы. Ему и его команде не нравятся путинские ультиматумы Украине и Западу. Поэтому на случай, если российская сторона не будет высказывать искренней заинтересованности в завершении войны, Вашингтон сохраняет за собой рычаги для многократного увеличения поставок оружия для ВСУ. Примечательно, но у Трампа нет иллюзий относительно диктатора Путина, который не оставил замыслов по полному захвату всей Украины. Для ЕС и НАТО из США подобный сценарий был бы катастрофой, стимулирующей страны-ревизионисты вроде Китая, Ирана, Северной Кореи на размораживание и эскалацию многих конфликтов в Азии и на Ближнем Востоке. Вероятно, именно из-за таких опасений Трамп не включил Путина в число мировых лидеров, с которыми он уже успел пообщаться с момента объявления о победе на выборах. Поведение Трампа совершенно обосновано, ведь в Кремле крайне извращенно трактуют подготовку к так называемым «мирным планам». Страна-агрессор максимально усиливает военное давление на Украину, стремясь по максимуму воспользоваться в своих интересах пересменкой в Белом доме. Никаких миролюбивых жестов РФ даже не помышляет делать. Путин действует от противного, наращивает давление на фронте и террор украинских городов дронами, ракетами, кабами. Статистика так называемого «миролюбия а-ля РУС» просто обескураживает. За прошлую неделю оккупанты применили более 800 управляемых авиационных бомб, около 600 ударных дронов и почти 20 ракет различных типов. На Курском направлении россияне проводят показательные расстрелы украинских военнопленных. Публичные казни украинцев являются вопиющим нарушением законов и обычаев войны, демонстрируют бесчеловечный характер путинских военных преступников. Более того, российские нелюди не гнушаются техногенным терроризмом. Из-за российских бомбежек была нарушена целостность Терновской дамбы на реке Волчья, что может привести к затоплению населенных пунктов в Донецкой и Днепропетровской областях. В совокупности перечисленные факты указывают на отсутствие у Путина настроя на конструктив, потому важно действовать, исходя именно из такого фейкового так называемого миролюбия РФ, отмечает Сито Сократа. Субтитры создавал DimaTorzok